Продолжение следует... 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 То есть, в конечном итоге, эта информация достигла его братьев, и они уже замыслили что-то нехорошее, и они начали ревно относиться, и они начали говорить, что отец любит Юсуфа, его брата, родного брата по матери, больше, чем их, и они подумали, что отец заблуждается и ошибается, и он выбрал его над ними. И далее приводится, что шайтан довел их до этого, что они задумали его убить, и Всевышний говорит, убейте Юсуфа, то есть, братья сказали друг другу, убейте Юсуфа, или бросьте его в другой земле, тогда лицо вашего отца целиком будет обращено к вам, а после этого вы будете праведными людьми. Следующий Маятин Всевышний говорит, один из них сказал, не убивайте Юсуфа, а бросьте его на дно колодца, если вы решили действовать. Один из караванов вытащил его. То есть, один из братьев сжалился, сказал, давайте не будем его убивать, оставим, бросим в колодец, пусть сам погибает. Они бросили его действительно в колодец, и проходивший караван подобрал его. Следующий Маятин Всевышний говорит, они сказали, о, отец наш, почему ты не доверяешь нам Юсуфа, воистину мы желаем ему добра. То есть, имеется в виду, здесь уже история, как они у отца, вы просили взять Юсуфа с собой, отпусти его завтра с нами, пусть он насладится и поиграет, а мы будем оберегать его. Ихний отец сказал, он сказал, мне грустно от того, что вы уведете его, я боюсь, что волк растерзает его, когда вы оставите его без присмотра. Они сказали, если волк растерзает его тогда, как нас целая группа, то мы действительно окажемся потерпевшими убыток. То есть, уговорили они отца и приводили доводы, что их целая группа, что как может к ним подойти волк и так далее. Следующий Маятин Всевышний говорит, когда они увели его и бросили на дно колодца, мы внушили ему, ты непременно напомнишь им об этом поступке, когда они даже не узнают тебя. Вечером они вернулись к своему отцу с плачем и сказали, о, отец наш, мы соревновались, а Юсуфа оставили стеречь наши вещи, и волк съел его. Ты все равно не поверишь нам, хотя мы говорим правду. Они показали лживую кровь на его рубашке, и он сказал, о, нет, это ваши души ввели вас в соблазн, и лучше проявить терпение. Только Аллаха следует просить о помощи против того, что вы рассказали. Они бросили Юсуфа в колодец, после этого они порезали одну овцу и кровью испачкали его рубаху, принесли отцу. Однако отец, когда посмотрел на рубаху, он увидел, что она не разорвана, целая. И он сказал, о, нет, это ваши души, то есть он им не поверил. Это ваши души ввели вас в соблазн, и лучше проявить терпение. В следующем маяте Всевышний говорит, когда прибыл караван, они послали водоносца, чтобы принести воду. То есть недалеко от этого колодца остановился караван, и они послали человека, чтобы он принес воду. Он опустил свое ведро и сказал, вот, радость, это же мальчик. Они спрятали его, чтобы продать, но Аллах ведал о том, что они совершали. То есть, когда опустилось ведро, мальчик зацепился за это ведро, и он его вытащил. Они, братья Юсуфа имеется в виду, продали его за ничтожную цену всего, за несколько дирхемов. Они невысоко оценили его. Тот житель Египта, который купил Юсуфа, сказал своей жене, относись к нему хорошо, быть может, он принесет нам пользу, или же мы усыновим его. Так мы утвердили Юсуфа на земле и научили его толкованию снов. Аллах власть им вершит свои дела, однако большинство людей не ведает об этом. То есть, в конечном итоге, Юсуфа, алейхиссалам, продали его братьям, этим караванщикам. Они же, в свою очередь, продали Юсуфа, алейхиссалам, в Египте, одному из вельмож, из приближенных министров фараона. И этот человек оказался очень хорошим человеком. Аллах спонатали сделал так, что именно он купил его, привел его домой и сказал своей жене, относись к нему хорошо, быть может, он принесет нам пользу, или же мы усыновим его. Далее Всевышний говорит, когда Юсуф достиг зрелого возраста, мы даровали ему умение принимать решения и знания, так мы вознаграждали творящих добро. Женщина, в доме которого он жил, стала соблазнять его, заперла дверь и сказала, иди ко мне. Он же сказал, упаси Аллах, ведь он мой господин, обеспечивший мне прекрасную жизнь, воистину беззаконники не преуспеют. Вот мы подошли к тому месту, о котором я хотел рассказать. Жена этого вельможи, она была очень красивой женщиной, и Юсуф, алейхиссалам, когда вырос, он стал очень красивым человеком. И пророк, салли Аллаху, алейхиссалам, когда вознесся на небеса, он увидел Юсуф, алейхиссалам, и пророк сказал, Аллах одарил его половиной красоты, всей красоты, которая дарована. То есть остальная часть дарована остальным, а половина всей красоты дарована Юсуфу, алейхиссалам. И он был очень красивым человеком. И эта женщина решила соблазнить его, и, как приводится, заперла дверь и сказала, иди ко мне. Он же сказал, упаси Аллах. Далее Всевышний говорит, она возжелала его, и он возжелал бы ее, если бы не увидел знамение своего Господа. Так мы отвратили от него зло и мерзость. Воистину он был из числа наших избранных рабов. То есть Аллах очистил сердце Юсуфа, и у него не было таких грязных мыслей совершить такое зло. И далее Всевышний говорит, они бросились к двери. То есть, когда эта женщина позвала его к себе, и он отказался, она начала приставать, и он бросился к двери, и она побежала за ним. Пытаясь опередить друг друга, и она порвала его рубаху со спины у двери, они встретили ее господина. И она сказала, как иначе можно покарать того, кто хотел причинить зло твоей жене, если не заточить его в темницу и не подвергнуть мучительным наказаниям. То есть, у двери они встретили ее мужа, и жена начала хитрить, чтобы очистить себя. И она сказала, что он приставал, хотел совершить зло с его женой, и он должен его покарать, заточить в темницу и подвергнуть мучительным наказаниям. И далее переводится, он сказал, это она пыталась соблазнить меня. То есть, Юсуф, алейхиссалам, начал оправдываться. Это она пыталась соблазнить меня. А свидетель из ее семьи сказал, если его рубаха разорвана спереди, то она говорит правду, а она лжет. А если его рубаха разорвана со спины, то он лжет, а она говорит правду. Увидев, что его рубаха разорвана со спины, он сказал, воистину, все это ваши женские козни, воистину ваши козни велики. Юсуф, забудь об этом, а ты проси прощения за свое прегрешение, ибо ты совершила грех. То есть, один из людей, приближенных людей этого визира, этого министра, он сказал, посмотри на его рубаху. Если она разорвана со спины, значит он убегал, а она приставала. Если рубаха разорвана спереди, то он приставал. И оказалось, что рубаха разорвана со спины. И он понял, что женщина лжет. Однако, он простил ее и сказал, проси прощения за свой грех. А Юсуфу, алейхиссалам, он сказал, нигде не упоминай об этом, пусть это все забудется. Однако, эта история распространилась, они об этой истории начали говорить, рассказывать. И далее Всевышний говорит, женщины в городе стали говорить. Жена знатного мужа пыталась соблазнить своего юного раба. Она страстно возлюбила его, и мы полагаем, что она впала в очевидное заблуждение. Когда она услышала про их хитрости, то пригласила их, велела приготовить им подушки, дала каждой по ножу и сказала, выйди к ним. Когда они увидели его, то так превознесли его, что порезали ножами себе руки и сказали, упаси Аллах. Да ведь это не человек, он никто иной, как благородный ангел. Она сказала перед вами тот, из-за которого вы меня порицали. Я действительно пыталась его соблазнить, но он отказался. Но если он не выполнит мой приказ, то будет заточен в темницу и окажется в числе презренных. То есть, когда она поняла, увидела, что они такое рассказывают о ней, она их всех пригласила, рассадила, дала каждой по ножу и дала каждой фрукты. И когда они очищали эти фрукты, она велела Юсуфу выйти к ним. И когда он вышел, они настолько были очарованы его красотой, что резали себе руки. И там переводится, что не просто порезали, а продолжали резать какое-то время. И она призналась, что действительно она пыталась соблазнить этого человека, и он сказал, упаси Аллах. То есть, он сказал, я боюсь Аллаха. Однако она не переставала плести свои козни и сказала, что если он откажется выполнить ее приказ, то будет заточен в темницу и окажется в числе презренных. И что говорит Юсуф, алейхиссалам, в конце? Он сказал, Господи, темница мне милее того, к чему меня призывают. Если ты не отвратишь от меня их козни, то я уступлю им и окажусь в числе невежды. Господь ответил на его мольбу и отвратил от него их козни, воистину он слышащий, знающий. Дорогие братья и сестры, великий пример из Кур'ана, как один из пророков, которого соблазняла знатная и красивая женщина, отказался и предпочел темницу. В конечном итоге он был заточен на 7 лет. Он предпочел темницу прелюбодеянию. И, иншаллах, мы продолжим эту тему. Да поможет нам всем Аллах быть наистине, и пусть Аллах укрепит нас всех, чтобы мы были стойкими по отношению к грехам и не совершали их, чтобы мы нашли довольство Аллаха и встретились в раю. Ассаляму алейкум. Рахматуллахи варкатуха. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова